добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о периодах жизни сегодня мы начинаем говорить о социальном периоде времени когда наши дети делают второй большой шаг самостоятельность если два-три года это было достаточно проблемно в плане того что создавало некие неприятности бытового характера то теперь мы говорим с вами о том что ваш ребенок делает шаг за порог отчего дома он начинает не просто находить себя в этом обществе но и чувствовать себя там уютно вот здесь у нас с вами друзья потрясающая наверное сверх задача выполнив которую вы по большому счету заложите базис потрясающих отношений или разрушите отношения с детьми наша с вами задача чтобы нашему ребенку было хорошо и в обществе и дома но дома должно быть лучше дом у наших детей должен ассоциироваться с убежищем местом покоя местом абсолютного безусловного принятия местом где его защитят где его не будут терроризировать где он может быть самим собой быть открытым на все сто процентов ни для кого из нас не секрет что мир это не комфортное место там есть масса потрясающих требований выполняя которые мы можем потерять не только идентичность но и уважение к самому себе культура общества современного не способствует тому чтобы делать наших детей лучше некоторые родители думают что культура окружающая нас она будет помогать нам изменять наших детей к лучшему формировать их личность я хочу вас если мы берем западное общество то допустим в американских школах я знаю такие свидетельства учителя педагоги психологи они можно даже сказать давят на детей и задают вопросы говоря ему подумай может и правда гомосексуалист может и лесбиянка посмотри на свои наклонности можете мальчики нравится может тебе все-таки подумать на эту тему и они говорят это с 13 14-летними подростками в нашей культуре если вы выйдете на улицу вы обратите внимание что доминантной нашей культуры является уголовщина и алкоголь когда недавно в нашей церкви была свадьба и неверующие родственники узнали что на свадьбе не будет алкоголя они сделали квадратные глаза и сказали это же против всех правил вот собственно почему я уверен что общество не будет помогать нам воспитывать наших детей и наша задача сделать так чтобы наш дом стал домом убежища где наш ребенок не будет стараться соответствовать тем правилам которым он соответствовать не хочет и будет иметь от нас полную поддержку